С 5 по 10 января 2016 года в Москве буддийский учитель Друппон Цирин Кринпаче провел затворничество по практике Манджушри со своими учениками из центра Дрикун Кагьюрат на Шри, Москва. Чтобы использовать новогодние каникулы для практики учения Будды, сюда также приехали буддисты из разных регионов России. В ходе ретрита Лама Цирин Кринпаче даровал посвящение божества мудрости Манджушри, провел различные ритуалы, завершилась программа праздничным цогом. У нас есть традиция приглашать Ламу на праздники и мы каждый год пытаемся провести все праздники нашей страны с пользой, чтобы не просто так сидеть дома. И каждый раз приглашаем Ламу Циринга именно в январские каникулы, потому что это длинные каникулы и мы можем сделать не просто учения, но еще и попрактиковать. И Лама Циринга всегда очень довольна тоже, он очень рад приезжать в Россию и помогать ученикам. У него очень есть специальное свойство, он любит всех обучать, ритуалом, пению и так далее, всем классическим, таким монастырским деятельностям. Лама Циринга Ринпаче прошел традиционное монашеское обучение в Тибете и в монастыре Гаргон в Индии. Он носит звание ретритного и алтарного мастера. Находясь в Тибете, Ринпаче осуществил традиционный трехлетний ретрит по практике пятичастной махамудры и шести йогнаропы. С 2009 года Лама Циринга Ринпаче является куратором всех европейских центров известного буддийского учителя Гарчена Ринпаче. Только что мы завершили наш ретрит, который прошел очень хорошо. Во время подобных затворничеств по практике тантры мы визуализируем, созерцаем себя в форме божества и развиваем чистое видение, то есть стараемся воспринимать себя как божество, но также и всех других существ, как просветленных. В частности, во время этого ретрита мы медитировали на божество мудрости Манджушри, который символизирует мудрость всех будд. В повседневной жизни такая практика может принести большую пользу, так как с ее помощью мы поддерживаем чистое видение и развиваем мудрость. Развивать мудрость очень важно, ведь только с помощью мудрости мы можем помочь другим существам обрести окончательное счастье. Это применимо во всех обстоятельствах, в семье, на работе, в любых условиях, в повседневной жизни. Буддийское учение говорит о двух видах накоплений — заслуг и мудрости. Накопление заслуг связано с относительным состоянием, а мудрости — с абсолютным. В первом, в накоплении заслуг, применяется семичастный метод, когда выполняются простирания, подношения и прочее. В аспекте накопления мудрости мы говорим о развитии непредвзятого отношения, избавлении от крайностей привязанности и неприязни, надежды и страха и так далее. Постижение такого равностного отношения ко всем феноменам и подразумевает накопление мудрости. Вообще говорят о трех видах мудрости. Первая — мирская мудрость. Вторая — немирская, обычная. И третья — немирская, необычная. Мирская мудрость обнаруживается в рамках таких областей, как грамматика и составление текстов, наука исцеления, строительство и тому подобных знаний, которые помогают человеку в повседневной жизни. Внемирская мудрость, обычная, достигается архатами и протикабуддами на пути Хинаяны, когда постигается отсутствие самосущего «я». Внемирская высшая мудрость относится к всеведению Будды. Ею обладают только Будды, то есть те существа, которые полностью избавились от омрачений и проявили все возможные благи и качества. Наш ретрит по практике божества мудрости Манджушри проходил в праздничные дни в начале Нового года. Это очень благоприятно. Я желаю всем в Новом году, чтобы тело не страдало от болезней, ум был спокоен и не было никаких проблем и препятствий. Важно понимать, что все невзгоды происходят от наших омрачений. Я желаю всем накопить достаточно мудрости, чтобы искоренить все причины страданий, усмирить наши негативные эмоции и обрести счастье. Это очень благоприятно. Московский буддийский центр Дрикунка Гюрат Нашри, один из нескольких в Москве, регулярно организующий визиты и учения мастеров своей линии, приглашает всех интересующихся на ближайшие крупные мероприятия. Этим летом к нам планируют приехать, наконец-то, много лет мы приглашали. Его святейшество Дрикун Киабгон Чи Цан Кремпочи – это глава линии Дрикун Каги. Планируем несколько дней небольших учений. Скорее всего, это будет Великая Пхова Дрикун Каги. Поэтому всех ждем. И также у нас есть планы пригласить очень ученого ламу тоже в традиции Дрикун Каги. Это Лам Чен Гял Порин Почи. И он тоже очень известен, особенно передачей Яман Таки. И мы планируем тоже пригласить его летом. Надеемся, что все условия сойдутся и все будет хорошо. Звучит музыка. Субтитры создавал DimaTorzok